Получить не только качественное лечение, но и возможность развиваться, учиться и общаться. 10 лет системной работы по созданию комфортной образовательной среды в детских стационарах доказывают. Болезнь не может полностью изменить привычный уклад жизни ребенка. Это госпитальные школы, абсолютно государственные, операторами которых являются государственные образовательные учреждения. Но педагоги, которые приходят к детям, это подготовленные педагоги для работы именно с детишками, которые проходят длительное и тяжелое лечение. Наши дети не хотят, чтобы их жалели, они хотят, чтобы их понимали. А когда есть понимание, возникает то самое доверие, которое помогает ребенку почувствовать самое важное – поддержку. Наши учителя прошли уже обучение при помощи наших коллег из федерального центра. Всю методическую поддержку мы получили. И что, на мой взгляд, тоже важно, куратором этого проекта будет первая гимназия наша, государственная. Повседневные жизненные цели – получить образование и в будущем достичь высот желаемой профессии наряду со стремлением вылечиться. Важный психосоматический регулятор. На мой взгляд, взгляд учителя, процесс лечения проходит легче, когда ребенок погружается еще в иную деятельность. Второе очень важное – ребенок не отрывается от образовательного процесса. Здесь и сейчас он, как и все другие дети, которые посещают школу, здесь получает образование. Лечебные процессы и образовательные процессы полностью разведены по времени. То есть с учителями есть отработан график предварительно в зависимости от того, какие процедуры получает ребенок. То есть, естественно, на первом месте стоит его здоровье. И давай посмотрим, как он стоит. Вот так вот, да? Значит, ставим вот так. Помоги. Нажимай. Еще сильнее, видишь, он наняешь. Сильнее. О, и пальчик начинает. Нажимаем дальше. Так, милок вам. Славный блок управления. Задувает, что болится. Обладает мозгом. Привычные школьные занятия по русскому языку, математике, сборка моделей по схемам. В уютном кабинете, где все напоминает учебный класс. Уроки здесь – часть лечения, в основе которого выражение, работающее в обе стороны. Здоровый дух ведет к здоровому телу. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73.